В Махачкале, 14.45, студия Бедернисия Гусейнова. Здравствуйте, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Под руководством главы Дагестана состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. В ходе заседания Рамазан Абдулатипов подчеркнул необходимость формирования антикоррупционной среды в дагестанском обществе. Глава Дагестана провёл рабочую встречу с руководителем Кайкенского района Магомед Эмином Гаджиевым по вопросам социально-экономического и культурного развития муниципалитета. Общественная приёмная Владимира Путина стала своеобразной площадкой для мониторинга настроения ожидания населения, связующим звено между органами власти и гражданами. Обращение дагестанца в этот раз выслушал председатель Народного собрания Хизриших Саидов. Сегодня в Пятигорске стартовало главное событие в жизни медиа-сообщества Северного Кавказа – четвёртый форум СМИ, главной задачей которого остаётся объединение журналистского сообщества. Сегодня проект «Встреча в Театре поэзии» пройдёт с участием заслуженного работника культуры России ветерана ансамбля Лезгинка Галины Курбановой. Завтра в 16 часов на большой сцене Русского театра состоится очередной показ героика эпической оперы Шарвили. Постановка приурочена к 75-летию заслуженного деятеля Искусств России композитора Магомеда Гусейнова. Трое дагестанских вольников завоевали медали Чемпионата мира по иранско-национальной борьбе по Хлеване в Минске. В Махачкале 1-3 мороза. Внимание МЧС предупреждает. По районам Дагестана западный и северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. На дорогах Гололезица, в отдельных горных районах сильный снег, снежный накат. Трое дагестан.